Граната Но это не Сирия и не Донбасс, а всего лишь военно-тактическая игра, страйкбол, и убивают здесь понарошку. Выбрасывая в воздух красный платок, к нам идут первые павшие. Мы наступали на технику, пришлось спешиться, противник нас стал обходить с флангов и уже расстрелял. Они сошлись, лед и пламень, бойцы севера и юга. В каждой армии по полторы тысячи солдат. В Подмосковье военные стянулись со всего мира, в том числе из Франции, Израиля, Эстонии и Китая. Из Поднебесной оборонять базы полигона Алабина приехали 40 человек. Почти никто из них ни слова не понимает по-русски. Впрочем, выполнять боевые команды это нисколько не мешает. Военный язык, говорят солдаты, интернационален. А вот с журналистами все же приходится общаться через мобильный переводчик. Сегодня у меня есть небольшой результат. Получивший 4 или 5 очков. Сбил 4 или 5 противников. В Китае поиграть в войнушку не получится. Закон не велит. Разве только в режиме онлайн. Почувствовать себя героем китайские страйкболисты могут в России. Военно-тактические игры проходят при поддержке Министерства обороны. Мы сейчас, можно сказать, в царстве мертвых. Все эти игроки едут в так называемый «мертвяк» или «респ», как его еще называют. И пробудут там в течение 30 минут. После этого наступит возрождение. Мы едем на настоящей военной технике. Она используется в игре для придания антуражности. Это ПМВ, БТРы и танки, а также грады и артиллерийские установки. Наш коллега, руководитель диджитал-отдела МКР «Медиа» Станислав Печкалев оказался куда удачливее. В «мертвяк» новобранец оптического войска «Швабы» отправился спустя пару часов. Учился в Суворовском училище, но это несравнимо, конечно. У нас не было таких автоматов. Вместе с мужчинами огонь по вражеской армии открывают представительницы прекрасного пола. Уверяют, у войны может быть и не женское лицо, зато характер подстать. Вспомните, все, любые военные женщины всегда помогали мужчинам, поэтому мы вместе здесь. Здесь нет разделения женщин и мужчин, здесь все бойцы. Впрочем, автоматщицу знать можно сразу. Красная помада, пышная юбка или даже каблуки. Такое оружие бьет ничуть не хуже винтовки и гранатомета. Мне нравятся платья. Красиво, эффектно, удобно. Но большинство бойцов все же выбирает классическую экипировку. Ведь эта война – копия настоящей здесь и пот, и даже кровь. Травма – это нормально в страйкболе, потому что мы все знаем, на что мы идем, и мы знаем, каким видом спорта мы занимаемся. Спортом, кстати, страйкбол признали совсем недавно, в мае этого года. Хотя сами бойцы его давно условно разделили на физические упражнения, реконструкцию и войну. Ну, для кого-то это забава, для кого-то это реально замена военной службы. Есть и такие, потому что на военных кафедрах учат теории, а здесь учат практики, тактики. По легенде, страйкбол появился в Японии после Второй мировой войны. Когда на острове запретили проводить учения с использованием боевого оружия, солдаты и придумали копии реальных автоматов. А вот прицелы и вовсе стали ставить настоящие. Это гражданский прицел ПО-424, предназначенный для установки на карабин «Тигр» охотничий. Он, по сути, является неким аналогом знаменитого армейского прицела ПСО-1. Темнеет, боевые действия переходят в ночную фазу. До утра доживает тот, у кого в боекомплекте оказываются тепловизоры. Внимание, коробка желтых пошла! Иначе автомобиль с вражеской армией северян. Мы сейчас находимся фактически на линии огня. Приходится оборонять базу «Булат». Мы находимся под прикрытием ПТР, потому что здесь кругом стреляют. Вот этот выстрел имитирует снаряд подствольного гранатомета. Только вместо боеприпасов у него внутри колотый горох. Поражать противника бобовыми придумали московские разработчики. Такие изделия в мире практически никто не делает. Поэтому Россия здесь впереди всех. Пиротехника в этот раз спасает, уверяют бойцы. Из-за сильной пыли клинит оружие. Военная игра длится всего сутки. Но этого времени вполне хватает, чтобы прожить как минимум несколько солдатских жизней. Анастасия Шкетина, Владимир Брагин, Андрей Бумагин, ТВ Брикс.